И еще один нерешенный злободневный коммунальный вопрос. На заседании постоянных комиссий народные избранники отправили на доработку список муниципального имущества, которое подлежит приватизации. В данном случае речь снова идет о газовых электросетях и сетях теплоснабжения, которые уже два года пытаются приобрести общество «Энергогаз Ноябрьск». Все подробности у Ирины Потехиной. Напомню, на одном из последних заседаний депутатских комиссий Тюменская аудиторская компания представила отчет о том, в каком состоянии находится коммунальный комплекс «Ноябрьска» и во сколько обойдется его модернизация. Америку, конечно, не открыли, о залатанных трубах и так всем давно известно. Но вот сумма, которая нужна для реконструкции инженерных и электрических сетей на строительство новых котельных и так далее, всех впечатлила. По плану тюменских специалистов, за три пятилетки в коммунальное хозяйство надо вложить 33,5 миллиарда рублей, что сопоставимо с тремя годовыми бюджетами «Ноябрьска». Одним из оснований включения объектов муниципальной собственности в программу приватизации является необходимость вложения значительных средств в ремонт и восстановление объектов. Где брать такие финансы, вопрос до сих пор не решен. Муниципалитет признает, что скрипящую коммунальную махину ему не потянуть и таких денег на ремонт не найти. Округ тоже золотых гор не обещает. И единственный выход, который предлагается властями местными и ямальскими – приватизация. Принять это непростое и, в общем-то, судьбоносное для города решение депутатов пытался убедить директор департамента энергетики и жилищно-коммунального комплекса «Ямала» Михаил Гилев. «Этот узел надо разрубать. Дальнейшее развитие, то есть 33 миллиарда – это очень достойные деньги. И, к сожалению, ОКУ физически не в состоянии. Мы ни в коем разе не отказываемся. Естественно, в рамках и подготовки к ОЗП, и в рамках адресных инвестиционных программ настолько, насколько возможно, мы насыщаем муниципалитет. Объем финансирования сейчас достаточно огромный, реальный. Только на подготовку к зиме тратим больше миллиарда рублей. АИП состоит из десятков миллиардов. Но, к сожалению, даже этих денег физически не хватит, чтобы покрыть потребности каждого города». Между тем, возможный инвестор общества «Энергогаз Ноябрьск», который уже два года пытается убедить депутатов в своих честных намерениях по отношению к Ноябрьску и его коммунальной инфраструктуре, добро на приватизацию сетей получить никак не может. Даже прежние обещания вложить в коммуналку 5 миллиардов рублей в ближайшие пять лет не привело ни к какому результату. Плюс законодательные нормативы, согласно которым не все муниципальное имущество может стать частным. Буквально к последней комиссии, руководствуясь нормативными актами, а также рекомендацией городского прокурора, НГДИ исключила из прогнозного плана приватизации центральные теплообменные пункты. Тем не менее, решения по наболевшему вопросу до сих пор нет. Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города.